Всем огромнейший привет! С вами Лада! На даче поспела облепиха, и у меня возникла идея приготовить из нее что-нибудь вкусное и полезное. Поэтому сегодня я поделюсь рецептом очень простого в приготовлении напитка облепихового чая. А для этого рецепта нам понадобится, собственно, облепиха, мед, немного лимона и чуть-чуть имбиря, зеленый чай, заварочный чайник, где я все буду заваривать, вода, зеленый чеснокодавка, чтобы справиться с имбирем, и толкушка, чтобы справиться с облепихой. В каких пропорциях я буду использовать эти ингредиенты, я подробнее написала в описании под видео, так что заглядывайте туда. Начинаю я с того, что вскипячу воду в чайнике. Пока вода у меня кипятится, я займусь облепиховой смесью. Взяла такую широкую тарелку, чтобы в ней было удобно толочь облепиху, и отсыплю сюда ягоды, сколько мне нужно. Думаю, этого будет достаточно. Беру толкушку и начинаю толочь. Я взяла вилку, чтобы помочь себе в этом процессе, потому что толкушка не справляется со своей задачей полностью. Ягоды облепихии достаточно твердые, и будьте осторожны, при надавливании вы можете забрызгать всю кухню. Так что лучше, конечно, взять не открытую тарелочку, а какую-нибудь закрытую емкость, чтобы не испачкать, не забрызгать всю кухню. Так, теперь в эту смесь ягодную я отправляю мед. Перемешиваю все. Туда же выдавливаю немного сока лимона. И в чеснокодавке выдавливаю имбирь. Все тщательно перемешаю. Вода вскипела, и теперь я беру заварочный чайник. Обратите внимание, что он у меня с ситечком, это очень важно. Сюда я уже опустила пакетик зеленого чая, и сюда же наливаю воду. То необходимое количество, которое мне нужно. Оставляю зеленый чай завариваться где-то минут на 20-25. Прошло приблизительно полчаса, и зеленый чай немного остыл, и теперь туда пора опускать облепиховую смесь. Аккуратно перемешиваем смесь в ситечке. И даем немного настояться. Чай уже настоялся, и сейчас я попробую то, что у меня получилось. Получился невероятно вкусный напиток. Единственное, что я бы добавила туда чуть-чуть побольше имбиря, так как я очень люблю имбирь, люблю острые чаи. Для меня такое количество имбиря, которое я туда положила, явно недостаточно. Но это, как говорится, на любителя. По поводу облепихи, если у вас нет свежих ягод облепихи, то смело берите замороженную. И также по поводу меда, если вы его по какой-то причине не любите, не едите, то также замените его коричневым сахаром, либо простым обычным сахаром, либо тем, что вы употребляете вместо сахара. Также хотела добавить, что в этом напитке содержится просто кладезь витаминов, которые нам необходимы, особенно осенью, когда бродит много вирусов, инфекций, всяких простудных заболеваний и прочей гадости. Так что этот напиток считается тонизирующим, бодрящим, он поднимает настроение. Можно экспериментировать с ингредиентами, например, вместо имбиря положить мяту, тогда этот напиток будет не тонизирующим, а успокаивающим. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь менять ингредиенты. И приятного аппетита! Если вам понравилось видео, понравился рецепт, и вы захотели его повторить у себя дома, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео со мной. Я вам всем желаю отличного настроения, не болейте! Всем до новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!